у нас остались 10 вопросов которые подготовили для своего куратора и мы сейчас будем приглашать его в нашу комнату диагностики и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти к куратора Галины рад приветствовать вас в этом прекрасном помещении приветствуем вас куратор ладу очень рады снова видеть вас в нашей комнате диагностики Галина подготовила 10 вопросов которые я хотелось бы задать вам будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы я очень рад этой встрече решение пообщаться в открытом пространстве я отвечу на вопросы души отлично я начинаю с первого вопроса откуда родом моя душа и как выглядит дом моей души великолепный вопрос могу лишь сказать что время пришло узнать происхождение души ты ангельская душа и твои энергии соответственно ангельские мы приветствуем в нашей комнате диагностики представителя ангельского мира мы очень рады вам если позволите если вы здесь ответили или нет там был вторая часть вопроса как выглядит дом моей души на именно к этой части я перехожу ангельские уровни несут светлые чистые энергии любой уровень ангельских душ поставим с добротой милосердием защитой и духовностью соответственно ангельские энергии наполнены этими качествами и светом чем выше уровень тем сильнее вибрации энергии ангельских душ на всех уровнях преобладает созидание развития и помощь друг другу у ангелов есть свои вопросы по развитию души именно здесь каждый делится опытом и осознанностью поддерживая друг друга и переходя выше и выше для того чтобы помогать на других объектах и воплощениях сталкиваясь населением объектов например на земле ангелы помогают население земли указывая путь своим светом до те кто услышит да те кто увидит возрастают в своей осознанности и идут за этим светом я закончил благодарю вас уважаемый куратор ладо второй вопрос какой уровень моего высшего я десятый уровень высшего я так же как и ангельский и переходит с девятого на десятый отлично можем переходить следующим вопросом пожалуйста третий вопрос рождалась ли я на других планетах если да то на каких планетах и объектах это обязательное развитие любой души ангельской или или других или душ других объектов ангельские души как и души других объектов для своего развития необходимо пройти разный опыт и существование в разных формах не потеряв свое внутреннее наполнение твоя душа воплощалась на марсе ураней это то что касается планет отвечая на твой вопрос я закончу благодарю вас следующий вопрос четвертый как выглядят энергии моей души и как ими управлять энергии твоей души светлые и чистые чтобы их ими управлять их нужно увидеть и прочувствовать визуализация развивает твое ясновидение чувство этих энергий развивает твое яснознание это значит ты четко понимаешь что твои энергии проходят из чакры в чакру наполняясь вибрациями и выходя за пределы твоего тела эти энергии не обязательно мягкие светлые эти энергии также работают для защиты твоего тонкого тела и физического биоробота находящегося на земле эти энергии могут быть острые колки по краям защищающие твое внутреннее состояние и свет ангельских энергий энергетические центры наполнены этими энергиями светлыми чистыми теплого белого света я закончил благодарю вас пятый вопрос как выглядит мой стержень если есть ли он у меня несомненно есть также как твоя душа находится в твоем теле именно это имеется виду стержень твой стержень это твоя уверенность твоя сознание и твоя внутренняя сила твоей ангельской души как выглядит твой стержень зависит от тебя на данный момент я вижу свет искрящийся равномерно по всему твоему тонкому телу чтобы руководить своим внутренним стержнем как я и сказал раньше должна визуализировать его как ты визуализируешь зависит от тебя это может быть внутренний шар который расширяешь или же стержень который проходит нижние чакры по всем энергетическим центром вверх и часто стержень рассеян по всему телу излучая свет только ты знаешь как работать с твоими энергиями именно поэтому визуализация может помочь и расширить твои знания представляет цвет внутри себя как я вижу ты распыляешь его по всему телу так приятно тебе так ты чувствуешь свою защиту и это прекрасно собирая его во внутренний шар он находится в сердечной чакре ты можешь сжимать его и расширять его до пределах возможных и приятных только тебе выходя далеко за свои пределы или собирая этот шар внутри это зависит от твоего состояния настроение а также внутренней защиты насколько далеко ты хочешь защитить себя своим светом и энергиями благодарю благодарю вас шестой вопрос каковы мои душевные задачи душевная задача любого ангела нести этот свет чтобы не случилось какая быть мания была вокруг тебя именно этим занимаются вибрации укреплением твоих энергий поднимая вибрации выше твоей энергии становится сильнее соответственно защита идет сильнее защита твоей оболочки и защита твоих тонких тел неся этот внутренний ангельский свет я объясню для начала что это значит это значит твои внутренние состояния остается в гармонии а не в хаосе как я уже сказал какая быть мани была вокруг тебя задача ангельской души не потерять свой свет не загрязнить его а нести его чтобы другие увидели те кому он нужен те кто последует за ним увидев доброту и светлые энергии поверив созидание силу и любовь я показываю это в данный момент то что находится внутри тебя свет но энергии на планете земля сгущаются поэтому ангелы защищая свой свет идут дальше неся этот свет не загрязняя его не поглощая тьму что это значит это значит держит свои вибрации высокими а внутреннее духовное состояние чистым и гармоничным благодарю благодарю вас 7 вопрос в каком направлении я должна развиваться я не буду заглядывать далеко первичная задача для тебя это держать свои энергии в чистоте научиться визуализировать их и поднимать свои вибрации не допуская изменения настроения и своего внутреннего настроя не допуская колебания и грязь в свою душу расстраиваясь ты понижаешь автоматические вибрации это значит твои энергии темнеет твой свет гаснет сейчас он чист вибрирует и распространяется научись держать его в таком состоянии когда твои вибрации закрепятся на определенном уровне и твоя гармония будет сохраняться не ниже этих вибраций тебе откроются любые дороги любые дороги те на которые ты будешь готова твои эмоции не должны превышать твоих чистых энергий это и есть гармония всплески эмоций неважно радостных или огорчающих не несут правильной энергии наблюдай наблюдай за собой устанавливай правильные гармоничные вибрации наблюдай за другими не допускай к себе эмоции и всплески чужих энергий соответственно чужих интерферентов защищай себя внутренним знанием и потоком ты должна нести ровный свет они выплескивающие световые энерго заряженные всплески или шары или молнии научись гармонизировать свои внутренние энергетические центры распределяя правильной энергии защищая себя благодарю я благодарю вас уважаемый куратор ладо на этом месте если позволите один дополнительный вопрос мы сегодня проводили ее проверку вокруг нее были клубы это чужой человеческой энергии кроме того внизу в ногах уже образовалась какая-то воронка ну в воронку можно вступить а эти клубы вы сейчас не об этом говорили о чужой человеческой энергии которая вокруг нее формирует я благодарю тебя за этот вопрос мне трудно объяснять без понимания понимают меня или нет твой вопрос дает мне определенные точки на которые я могу отталкиваться объясняя работу с энергиями здесь присутствует наивность наивность и поверхностные знания поэтому я несколько раз повторяю про визуализацию и удержку гармонии внутри себя удерживая гармонию без разных всплесков мы удерживаем правильные вибрации когда существует наивность идут разные всплески и ограничения именно об этом я говорю ограничения видения и понимания окружающей среды каждое слово несет свою вибрацию так же как и каждая мысль выбрасывая и сбрасывая свой негатив мы забываем что вокруг нас происходит энергообмен и люди несущие свои энергии и как я уже сказал энергии интерферентов оставляют свои энергии вокруг нас именно это должно происходить в развитии и понимании нахождение свое в этом мире одно это понимание своих внутренних чувств энергии а другое это понимание что ты живешь среди таких же чувств и энергии разделение и понимание этих двух понятий укрепляют твой свет как и любые знания наивно находясь своих энергия и продвигая их без понимания окружающей среды в конечном итоге понизят твои вибрации и запустят этот чужой негатив или эмоциональный фон в твою внутреннюю твою внутреннюю среду в твои внутренние в твой внутренний свет он зайдет огорчением он зайдет эмоциональным фоном тогда когда эти клубы повысят определенный уровень я видел эту чистку и понимаю о чем ты говоришь эти клубы затрагивают нервные окончания а значит в какой-то момент дойдут до сердечной чакры и душевного состояния если это визуализировать то можно увидеть свет тонких тел который постепенно ниточка за ниточкой наполняется чужими эмоциями настроением если не ограничивать себя внутренне если не понимать и не видеть этого оживя лишь в своих энергиях в какой-то момент они завладеют тобой именно поэтому так важно понимание своего состояния в этом мире именно поэтому я так часто упомянул защиту защищаться своими энергиями расширяя их но защищаться нужно знать от чего поэтому мысленно нужно проговаривать каждое слово понимая что ты имеешь в виду визуализировать эти слова именно так работают энергии визуализации чистые сжигают темные положительные вибрации и положительный настрой а также хорошее настроение не дает к себе подпустить чьи-то злые эмоции или негативные вибрации сжигая их не давая проникнуть в свое биополе и тонкие тела именно так я объясняю это на уровне энергий думаю это понятно безусловно я благодарю вас за этот развернутый ответ уважаемый куратор ладо здесь все понятно и я думаю это для нее будет прекрасное замечательное домашнее задание удержать свои энергии свою чистоту и прислушаться каждому слову которое вы сегодня здесь произнесли благодарю вас еще раз мы можем переходить я лишь хочу добавить что радость и наивность не всегда хорошие чувства радость нужно защищать а наивность преобразовывать в силу благодарю и за это благодарю вас восьмой вопрос какие так какие ценные таланты моей души я не использую глубину ты не используешь глубину глубину своей души живя земными эмоциями чтобы постичь глубину своей души нужно познакомиться с ней и со своими энергиями самое простое это найти знания об энергетических центрах чакры как вы называете их на земле и как их называют в разных учениях каждая чакра несет свою энергию и отвечает за эмоциональный фон и поддержку разных органов биологического тела или биоробота найди знания об энергетических центрах соедини знания об энергиях энергетических центрах с энергиями своей души спокойно и равномерно без всплесков и наивных выбросов энергии именно так ты сгармонизируешь энергии внутри себя поддерживая их знаниями о себе глубине своей души благодарю благодарю вас девятый вопрос это ситуация в марте 1991 года мою душу неоднократно поднимали из тела кто это был и с какой целью это делали делали это с целью похищения души интерференты слабость и хаос вокруг тебя слабость внутренняя хаос посторонний это то о чем я и говорю на сегодняшний день внутреннее свет и повышение вибраций наравне знаниями своих энергий не дадут хаосу подступить к тебе это я и объяснял это выглядит как светлые энергии среди хаоса и темных мыслей слабость души позволила хаосу достичь твоих энергий этот этап пройден ты имеешь целостную душу и тебе нужно двигаться вперед думай о будущем и о настоящем о сегодняшних энергиях вибрациях и своих знаниях собственных энергий благодарю благодарю вас последний десятый вопрос я от всего сердца благодарна высшим силам за помощь оказанную мне в жизни хотелось бы услышать наставление на мой дальнейший жизненный путь я не имея других наставлений больше чем я уже сказал показал и объяснил не прочувствовав свои энергии не поняв своих вибраций не имея базовых знаний ты не можешь двигаться дальше как я уже сказал научись и прочувствуй то что ты имеешь на сегодняшний день и тогда другие двери откроются и другие знания придут к тебе благодарю благодарю вас уважаемый куратор вопросов нет благодарю вас за это за эти развернутые ответы ваши ответы надо прослушать несколько раз для того чтобы понять их глубину что за этим стоит выписывать их работать над ними только так душа может достичь какого-то развития все знания о чакральной системе о которой вы говорили у нас давно есть на земле безусловно было бы желание их найти их всегда можно найти второе важное дополнение вы сказали это визуализация всех этих действий и также твердое намерение энергии визуализация энергии все о чем я говорил сегодня это энергии так и есть на этом месте огромное вам спасибо позвольте вам преподнести наш подарок вы о нем знаете Верочка большая корзинка с самыми вкусными спелыми ягодами сочными которые есть только на земле появляются в твоих руках один два три и передай эту корзиночку пожалуйста куратору ладу мы очень благодарны ему за его ответы за его помощь и за этот приятный визит который он сегодня нам нанес великолепный подарок давайте пожалуйста в ангельском мире мы будем рады всем кураторам которые достучатся до своих подопечных со своей стороны мы готовы убрать преграды которые стоят у них на пути и открыть эти двери в которые они дальше пойдут уже сами я лишь хочу напомнить как и эти ягоды несут свои энергии все в этом мире несет свои энергии каждый объект как и планета земля насыщен энергиями именно поэтому так важно понимать свои внутренние энергии внутренние энергии биоробота внутренние энергии энергетических центров и своей собственной энергии своей души это базовые знания которые позволят вам правильно получить опыт на данном объекте благодарю вас еще раз за эту встречу и великолепный подарок благодарим им у вас куратор ладу я говорю как обычно до скорых встреч возможно еще увидимся с вами до скорых встреч и удачи вам в ваших знаниях благодарим вас мы делаем все возможное и рассинхронизируйся верочка готова хорошо галина мы закончили встречи с вашим куратором ладу вы получили все ответы на все свои вопросы очень интересные ответы для меня они фундаментальные сейчас я понимаю свои энергии намного больше они как будто стали тяжелее и значимой значимость их повысилась я помню свое состояние в начале встречи и я понимаю свое состояние и серьезность этих слов сейчас благодарю вас я буду работать над своими энергиями и вибрациями великолепная встреча моя радость внутри меня как сказал мой куратор я сохраню ее на определенных вибрациях да вы все правильно поняли из его ответов именно это он и хотел сказать хорошо галина будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот душа для того чтобы все эти энергии перешли на физический план и для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию галины в ее систему биоробот душа заводим подключаем каждому органу каждой клеточки извилинки головного мозга проходит полная синхронизация гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами готово отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики пошел подъем